Приветствую вас. Давайте мы с вами сначала попробуем определиться с тем, что вообще такое доверие в отношениях для вас. Что это значит именно для вас? Вы говорите, что вот вы с парнем познакомились в интернете два года уже и спрашиваете, можно ли доверять этим отношениям. Видите ли, доверять доверие это очень такое неоднозначное и многогранное определение того, что люди обычно понимают. То есть доверие обычно понимаете как возможность положиться на человека и возможность довериться ему, доверить ему себя, доверить ему там свои интересы, свои переживания и прочее, прочее, прочее. И если понимать доверие вот так, то надо сказать, что доверять конечно можно, особенно если учесть, что два года в срок довольно большой. Другое дело, что только в интернете. Да, это вот плохо. Но два года в срок большой. И доверять можно. Вопрос в том, что вы хотите от этого для себя. Вопрос в том, насколько вы в этом человеке растворяете, насколько вы, находясь в отношениях с этим человеком, насколько вы, находясь в отношениях с ним, например, забываете о себе, насколько вы спали в зависимости от него. А сколько сильно он влияет на вашу жизнь. Потому что, видите ли, в доверии, в доверии плохого ничего нет. Но при этом нужно помнить себя. Нужно помнить о себе. Нужно помнить, кто вы, куда идете, вне зависимости от того, еще есть с вами человек или нет. Чтобы вы не теряли себя, не забывали себя, не растворялись в нем. Это вот к вопросу о доверии. То есть, если вы чувствуете, что человек стал очень сильно влиять на вашу жизнь, то, наверное, не то, чтобы нужно перестать доверять. Доверять-то вы не переставайте. Доверяйте на здоровье. Вы просто постарайтесь так себя подкорректировать, составить свое поведение. Чтобы в меньшей степени зависеть от человека. Чтобы меньше нуждаться в нем, я имею в виду именно в контексте себя. Чтобы он не промозил ваше развитие, ваше движение по жизни. Это вот очень такой важный и тонкий момент. Очень легко забыть в процессе доверия человеку. Очень легко забыть о себе и о том, кто вы. Но вопрос, что-то мне подсказывает у вас немножечко не про это. Вопрос, мне что-то подсказывает у вас про то, что за вот эти вот два года, что вы вместе как-то вот, судя по всему, для особо-то чего и развивается у вас. То есть вот, значит, знакомы вы уже второй год. И вопрос заключается в том, нравится ли вам то, что у вас есть сейчас. или хотелось бы больше, хотелось бы как-то, может быть, поактивней немного, или вот как. Так вот, вы постараетесь ответить сами себе на вот этот вот вопрос. Постараетесь ответить сами на него. Это на самом деле очень важно, чтобы вы ответили на него удовлетворение или вы тем, что у вас вот сейчас есть молодым человеком. Потому что, если нет, если вы не удовлетворены, ну, соответственно, нужно что-то делать, нужно либо с человеком разговаривать, а говорить, что вы хотели бы большего, может быть, видеться чаще, может быть, времени больше проводить вместе, может быть, еще что-то, вот. А дальше смотреть на его поведение, на его реакцию, как он воспримет вот то, что вы ему сказали. Положительный ли, отрицательный ли, и так далее. Это, согласитесь, момент очень важный. И если его не проработать, если его не осознать, если не понять, что вы в этой ситуации хотите, то может быть, что много времени чересчур потратите вы на это все, на вот такого рода отношения. И в итоге ни к чему не придете. И потом просто, наоборот, жалеть будете. Вот чтобы этого не случилось, вот эти вот все нюансы, эти вот все моменты, вы их постарайтесь для себя, в первую очередь, и своим молодым человеком, как следует, обдумать, как следует, решить. И вот тогда уже и будет вам до конца понятно, можно ли или нельзя доверять этому мужчине. На этом, думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.